Здравствуйте, товарищи. Всем здравствуйте, Алексей, здравствуйте. На «Авроре» очередная передача про современную экономику с Еленой Николаевной Ведутой. Здравствуйте, Елена Николаевна, здравствуйте, наши зрители. Ещё раз. Здравствуйте. Сегодня мы с вами договорились обсудить одну, на мой взгляд, незаслуженно забытую работу Розы Люксембург. Накопление капитала. Работа эта вышла в 1913 году. Сразу обратим внимание, что после смерти Марса прошло уже 32 года. И в мире появилось достаточно много новых вводных за эти 32 года. Но мы тоже можем сравнить 1988 год и 2020. Вот они, 32 года разницы. Поэтому свою работу она писала несколько в других условиях. И, кстати, уже появилась Федеральная резервная система. Это, ну как, можно сказать, что оригинальная попытка переосмыслить капитал в новых условиях. Капитал Маркса. Почему-то к ней вернулись только в 50-е и 60-е годы. Но я не могу сказать, я, кстати, технический вуз заканчивал, но насколько я знаю, и в экономических вузах не особо про неё рассказывали. Нет. Почему? Ну, это вопрос. Будем думать, выяснять. Ну, может быть, знаете почему? Мы же не были колонией в те годы. Может быть, для нас вот её центр внимания был показать, как грабят те же самые монополии, зависящие от них страны. Мы, наверное, никогда в жизни не могли предположить, что мы тоже станем зависящей страной. Ну, и поэтому в те годы такой интерес особо к ней не существовал. Тем более, на мой взгляд, она, что касается интерпретации основных законов Маркса, допускала ряд ошибок. Вот я посмотрела её статьи. Но то, что она исследовала взаимосвязь метрополии и колонии в условиях уже монополистического капитализма, конечно, этот шаг вперёд. И я улыбалась, когда вы говорили о ней, знаете почему? То же самое предложение существует ко мне постоянно. Яна продолжает писать. Уже право взяли от меня даже подписывать просьбы к главным редакторам, потому что всех интересует в данном случае плановый опыт СССР и экономическая тибернетика с позиции будущего мира. Поэтому тут возникает опять-то некий длинный период и переосмысление всего, что произошло. И общество созревает к новому пониманию капитала с учётом вот этого огромного обобщения практики, которая произошла в течение XX века и вот начала XXI. То есть, это всё нормально. Ну, смотрите. Даже такие выдающиеся исследователи капиталистов капитализма Бродель и Оллерстайн признавали первенство Розы Люксембурга именно вот в этой работе в изучении проблем периферии. Собственно, да? То есть, что предполагала в своей работе Люксембург? Она говорила следующее, что да, как это… Маркс поймал капиталиста за руку, когда он изымает… Не помню, кто сказал, что поймал капиталиста за руку. Когда он изымает прибавочную стоимость у рабочих. Но на этапе монополизации, на этапе создания, Бродель это называл мироэкономикой, центра… Глобального права. Глобального центра, значит, ограбление идёт не только собственных рабочих, но и некапиталистические общества, среди которых, собственно, капитализм и развивается. То есть, для того, чтобы увеличивать прибыль, то есть, создавать расширенное воспроизводство, надо не только… Эксплуатировать своих, ну и чужих. Не только создать эту прибавочную стоимость, да, ну и ещё её и реализовать. Так, можно, минуточку? Да-да-да. Мы это всё продолжим. Но первым делом я хочу сказать, что если считать, что Маркс совсем не касался этой проблемы насчёт эксплуатации рабочих зависящих стран, это не так. И, в частности, как раз в этом третьем отделе второго тома «Капитала», где он изучает теорию общественного воспроизводства, Маркс говорит о роли внешней торговли для увеличения как раз прибавочной стоимости посредством перераспределения в пользу ведущих вот этих капиталистических стран. И он там показывает, как несбалансированность, диспропорциональность развития капиталистического общественного воспроизводства заставляет капиталистов искать то, что они не нашли в других странах, или наоборот, если они перепроизвели что-то, им надо это реализовать опять-таки в третьих странах, перенося тем самым бремя глобального кризиса на вот эти страны, с тем они начинают взаимодействовать в ходе внешней торговли. И вот, между прочим, у меня есть такое ощущение, я думаю, что я права, благодаря именно внимательному изучению капитала Маркса, капитализм развитых стран уверенно двинулся в сторону создания той международной валютной системы, когда у них есть самый лучший товар, это доллар, и передают в другие страны в обмен на действительные материальные ресурсы. Так что сказать, что Маркс этого не изучал, он изучал. И более того, даже изучали это меркантилисты в 16 веке, когда они четко говорили, что колониальная политика – это важнейший инструмент роста благосостояния стран, которые являются митрополиями, потому что дешёвые рынки сбыта, дешёвые рынки сырья и ещё и дешёвые рабочие силы. Поэтому сказать, что у нас здесь такой вот инноватор, я бы не совсем сказала. Ну, ведь иногда же вопрос состоит не в том, чтобы придумать что-то новое, а чтобы собрать и систематизировать. Но вот смотрите, вот какой вывод сделает Люксембург. Капитализм развивается в, в скобках, за счёт, я поставил за счёт, некапиталистических обществ, периферии, так называют. И нам, например, говорят, что почему у нас такие проблемы? Потому что у нас неправильный капитализм. Вот если бы у нас был правильный капитализм, если бы все ходили под этими самыми разноцветными флагами, все были бы приятно смуглявы, у нас был бы правильный капитализм, мы меняли бы каждые 4 года себе президентов на новых, у нас был бы правильный капитализм, и тогда мы бы жили бы хорошо и прекрасно. Но ведь суть, насколько я понимаю работу, в любом том, что им и не надо, чтобы у нас был правильный капитализм. Ну, Алексей, здесь возникает вопрос, а что такое правильный или неправильный капитализм? Ну, я бы кавычка, понятно, но нам же говорят, что у нас неправильный капитализм. У нас настоящий монополистический капитализм. Периферийного типа? Ну, я бы сказала, капитализм, который устанавливается в зависящей стране, не имеющей права рисовать вот этот замечательный товар, ключевую резервную валюту. Поэтому бремя глобального кризиса сбрасывается на вот такие страны, как мы, куда мы попали наравне с Египтом, Зимбамбе, Индией и со всеми Ганурасом. То есть, мы захотели, мы подставили плечо нашему глобальному капитализму развитым странам. Ну, и благодарность за это плечо мы получаем ухудшение ситуации в наших странах. И то, что ходит под разноцветными флагами, это, как правило, свойственно, естественно, для развивающейся страны, которая, в общем-то, даже не понимает, что такое, в принципе, капитализм. Кажется, что они до сих пор живут при социализме, надо гнать совковую Россию с нашей территории. Но интересно то, что даже капитализм в таких развитых странах, как, например, Великобритания, попадает в ситуацию, когда мы можем видеть националистов, типа шотландских националистов, которые тоже кричат «даешь свободу». И любое деление государства на части – это катастрофа для людей, живущих в нем. И вот как практика показала, глобалисты очень хотели разделить Великобританию на разные части, потому что зачем им? Там же живут достаточно просвещенные люди. Это культурная страна. Но даже профинансировали, насколько я знаю, какую-то пару, которая случайно в лотерею выиграла огромное количество денег. Старая пара, которая стала финансировать всех вот этих знаменитых звезд, которые бегали и орали за всех трибун, что надо уйти независимому гордому народу от этого эксплуататора англичан. Но ума там, в отличие от нас, вот я просто восхищена, ума хватило не уходить. И статистика показала, что проголосовали остаться в составе Великобритании, как правило, люди более старшего поколения, и к ним добавилась вся молодежь. А проголосовали уйти люди среднего поколения. Вот интересно, старики с внуками выступили против среднего поколения. Вот спрашивают, почему? Ну, наверное, еще потому, что у молодого поколения начинают развиваться чувства какие-то другие. Им не так важно разделение, как им важно будущее общества, как социализм. Своё будущее. Конечно. Поэтому они выступили против. И поэтому меня удивляет, что если шотландская молодежь выступила против, белорусская молодежь кричит, выступает за. Вот чем это объяснить? Вот чем объяснить? Непросвещенностью. Оказались совершенно детьми в понимании того, что происходит в мире. Их используют как детей, а потом отдадут их на соответствующее будущее. Мне очень интересна работа Роза Люксмурга. Я буду про неё. Да-да-да, правильно, извините. Я просто... Не-не, это всё... У нас же всегда переходит, да? На современности. Она же очень актуальна. Конечно. Конечно. Значит, смотрите. Это же была ведущая, вовсть, можно сказать, рабочего движения. Её за это и убили. Да, она молодец, конечно. Её убили за это, да? Значит, о чём она пишет в этой работе? Она пишет, что для расширенного воспроизводства капиталист должен продать излишек товар. Правильно. Значит, он по разной ряду причин не может продать это у себя. То есть, он не может продать ни своим рабочим, хотя Форд пытался повысить зарплату рабочим, чтобы продать им свои же автомобили, да? То есть, такой же модель тоже был. Ну, это уже инфляция начинается, запуск, а тогда она исходится. Далее. Он не может продать для расширенного воспроизводства себе, ну, то есть, своему классу, назовём так, не классу, как он нам пишет? Ну, внутри своего подразделения. Внутри своего подразделения, да? Потому что он может продать дороже, но тогда он и купить дожил дороже. Ну, это бессмысленно. Да, это бессмысленно, это можно решить какую-то локальную задачу, но это всё равно тренд не обеспечит. Поэтому, значит, непроизводительные элементы, которые врачи, учителя, чиновники, военные тоже не могут участвовать в продаже, в потреблении товарного излишка, потому что потребление этих слоёв уже включено в потребление буржуазии. Но имеется в виду, что произведён некий дополнительный, ну, некоторое дополнительное количество товаров, которые уже здесь, на этом рынке не нужны. Излишек товаров. Не нужны, нету потребителей. Цитата. Да, дисбаланс. Следовательно, реализация прибавочной стоимости в целях накопления в обществе, состоящем только из рабочих и капиталистов, является неразрешимой задачей. Ну да, потому что есть, с одной стороны, проблема производства, а ещё более сложная проблема реализации произведённого товара, которая сигнализирует, что если ты не можешь его реализовать, значит, имеет место диспропорциональное развитие экономики, которое ведёт к серьёзному кризису. Дальше. Она делает вывод следующий, что, опять цитата, эти некапиталистические общественные слои, т.е. тот, кто может потреблять излишек, произведённый капитализм, находится как в самих капиталистических странах, где до господства чистого капитализма ещё далеко, так и в обществах, принадлежащих иным общественно-экономическим формациям, т.е. слои, обладающие собственными покупательными средствами. Ну, вот тут у неё начинается путаница. Я вот хочу прояснить эту ситуацию. Это начинается путаница. Видите, она вводит понятие «чистый капитализм», которое не является вообще научным. Вот что такое чистый? Есть просто капитализм, либо это не капитализм. А чистый и грязный она не даёт определения. Но как раз излишек продавался не только именно в данную колониальную страну, он продавался и другим капиталистическим странам. Это не важно. Она это так и пишет, да. Да, но почему она вводит понятие «чистый» или «нечистый»? Она говорит «некапиталистическим странам». Продавался и капиталистическим. Вот сейчас мы являемся самой, что ни на есть, капиталистической страной. А самой, что ни на есть, современной в смысле того, что мы олигархический капитализм, который сформировался в начале того периода к 13-му году, о котором она пишет. Сказать, что мы грязные? Нет, мы развиваем, ну не то, что мы просто аутсайдеры в этой капиталистической системе. Все до того, что мы вступили в одни из последних, с удовольствием взяли бремя глобального кризиса. И прибавочный продукт у нас поменьше. Ну, естественно, мы производим меньше, потому что у нас меньше его обработки продукта, переработки. Продаем это сырье, стараясь всегда и сейчас, особенно по очень дешевым ценам. И, соответственно, можем купить все меньше продукции на Западе, а те нам кидают то, что им не нужно, и часто по отбросовым ценам тоже. Сбрасывают на нас вот этот дисбаланс. Мы же не считаем баланса никакие. Мы живём в стихийном экономическом хаосе, как можно сказать. У нас ничего мы не считаем. И поэтому, когда опять-таки выступил Белоусов, что у него есть план восстановления экономики, я могу ответить. Плана, как алгоритма действия достижения поставленной цели у Белоусова нет. У нас вся проблема – это действительно, когда мы начнём планировать развитие экономики. Тогда у нас не будет тех самых дисбалансов, и мы не будем страной, которая с распортерными объятиями ждёт всё, что им ни коже не нужно. Мы тебе посылаем. И бремя кризиса переносится к нам. Бремя глобального кризиса, оно ударяет прежде всего по таким странам, как мы, готовых подставить плечо к Западу. Если я правильно понял выводы Розы Люксембурга, я их сейчас озвучу. А вы скажете, правильно ли я понял, и права ли она? Да, да, хорошо. А сейчас смотрите. Из-за того, что есть некапиталистическая периферия, она может быть периферией внутри, т.е. малое предприятие… Просто она имеет в виду, извините, она не совсем права, в том смысле, это был 13 год некапиталистической периферии, мы сейчас – капиталистическая периферия, но от этого выводы не меняются, вот слово «некапиталистическая» не совсем удача, просто капитализм за этот период перенёсся благодаря вот этой же торговле в другие страны. Хорошо, есть периферия. Периферия может быть как в странах, так и внутри. Везде, да. Да, т.е. внутри страны может быть периферия. Страты общества. Да. Например, малый бизнес – это, по сути, периферия большого капиталиста. Конечно, да. Значит, капитализм, модополистический капитализм пытается продать свой товар как можно дороже, при этом он может на каком-то этапе продавать дешевле, чтобы убить конкурента. Конкурента нет проблем. Да, но в стадии устранения конкурентов он продаёт свой товар любой дороже, пытаясь купить подешевле товар, производимый периферией, назовём и так. При этом эти товары относит Люксембург туда источник сырья или источник рабочей силы. Плюс к этому, т.е. он является рынком сбыта для дорогих товаров и источником дешёвого сырья, и источником дешёвой рабочей силы. Ну, чтобы максимизировать свой прибыль средством перераспределения. Да. Перекос идёт, перекос… т.е. капитализм – это всегда неравноценный обмен. И в рамках этой модели, вне зависимости от того, приличный человек вроде бы этот капиталист или неприличный, основной закон капитализма – максимизация прибыли – заставляет его выкачивать все соки из периферии. Ну, это конечно. И, по сути, это ничего личного, только бизнес, что называется. И, по сути, сдавая свой товар любой дёшево капиталисту, мы лишаем себя своего будущего. Ну… Т.е. я свои выводы… Ну да-да-да, я слышу. И т.е. любой крупный капиталист по сути, по своему определению, по особенностям данного общества и особенности данной модели, является убийцей, в том числе и своего будущего, потому что когда он убьёт остальных, потом он сам убьёт от голода. Ой, вы знаете… Капиталист – это убийца. Да, я согласна, капиталист – убийца прежде всего тех стран, которые согласились быть периферией, вот обратите внимание, мы были страной, которая самостоятельно строила своё будущее, занималась планированием экономики. Вот обратите внимание, почему-то битва идёт именно против планирования экономики в интересах людей, а России как таковой без планирования экономики не выжить вообще в то, что сказали, то, что сказала Роза Люксембург абсолютно правильно, что в рамках капиталистической системы Россия обречена погибнуть. Вот обратите внимание, Первая мировая война мы проиграли, а Вторая мировая война в рамках другой системы мы выиграли. Это была победа социализма. Да, победа социализма. Прежде всего, именно социализма. Сейчас идёт такая Третья ползучая мировая война, и не меняя нашу систему хозяйствования прежде всего, мы обречены проиграть. Мы будем проигрывать везде и всегда. И знаете, часто нам, ну вот как бы мы опять проиграли, опять Россия себя не показала. А где причина? Причина одна. Мы находимся в капитализме. Мы организованы как капиталистическая система. И поэтому мы, открыв рот, ждём нарисованных долларов, отдавая всё наше богатство, наше будущее, живя по их правилам, банкротим всё наше передовое производство, и превратились в некую такую свалку, где есть некие сборочные цеха, а сюда приезжают все эти детали, к сожалению, из других стран. Нам без плана вообще малоцени, как они ловко уничтожили геополитического противника благодаря тому, что мы ликвидировали всякую возможность планировать развитие своей экономики. И нету здесь никакого варианта не только до нас, до всех развивающихся стран. В рамках глобальной капиталистической системы, несмотря на то, что и Китай там молодец, он продолжает жить в этой той же системе, несмотря на то, что он говорит, что он коммунизм, и Индия даёт ей шанс какой-то пойти вперёд, но в перспективе все обязаны подставить плечо в рамках капитализма, чтобы дать возможность им быть последними в списке убийств. Но я не думаю, что они погибнут. Вот они подождут, пока погибнут все остальные. А в нужный момент они запустят планирование развития своей экономики. Они не такие, извините, идиоты. И более того, вот эта идея планирования экономики, пусть с ошибками у них не было опыта, но она у них стала присутствовать и очень серьёзно. Во Франции особенно. Уже назначили как раз у них Жанна Беруа, вот как раз комиссаром по планированию. Да, планирование примитивное. Это не то планирование, которое потребуется для выхода Франции из кризиса. Но слово планирование экономики всё равно в стране, в которой оно давно не звучало... Масштабы страны. Да. Оно стало серьёзно звучать. Книжки появились. Вот Жан Тироль, который говорит, тоже француза, вот его перевели на русский, где он говорит, что мы должны перейти к новым каким-то подходам. Не просто либеральная рыночная модель, а какое-то должно быть вмешательство государства для наведения порядка. Другое дело, что его рекомендации смешны, поскольку это западная школа, их давно приучили мыслить на языке игр, которые не имеют отношения к реальной практике построения социализма. Поэтому эта книга Жан Тироль, она, конечно, очень смешная. Тут грек разродился. Бывший министр финансов или нынешний Янис Бурафакис, как-то так, Бурафакис, разродился огромной статьёй, что будущее социализмом, как он ненавидел Тэтчер, как он понимал, что это обман, приватизация, это была контрреволюция, но альтернативу левые не представили. И поэтому капитализм рулит во всю, во всём мире, пока нет достойной альтернативы левой. И правильно он говорит, альтернатива в плане конструктива реального построения социализма. Но при этом, поскольку у него тоже нет никаких знаний, представлений, нет того опыта, который имел Советский Союз, и у него наивные предложения, давайте акциями наделять рабочих предприятий, то есть он переходит в сферу перераспределительных процессов. А социализм – это прежде всего сбалансированное развитие экономики в интересах трудящихся. Это построение того самого плана, конструирующего будущего, плана, который даёт возможность стране выходить из глобального кризиса и самостоятельно решать свою судьбу. И этот опыт принадлежит только Советскому Союзу, бывшим его республикам. Но я не беру Прибалтику, которая вообще, ладно, и в силу её величины, и в силу приверженности я их отбрасываю далеко. Пусть они там поковыркаются с Восточной Европой вместе, у них всё впереди, в этом случае получили все 33 удовольствия. Но все остальные страны СНГ, всё равно все они, включая даже Грузию, Азербайджан, Армению, Средизиатские, там же очень много специалистов было в области планирования, и на уровне интуиции они понимают, что нам нужен единый план развития экономики. Но нет этого плана, не хотим этого плана, мы хотим быть периферией, продолжать идти по пути убийства нашей экономики, наших людей. Значит, опять же, мы опять говорим про Розу Люксембурга. Значит, смотрите, что она говорит. Нет, я, понимаете, просто работа на самом деле очень интересная. Огромная работа, да. Да, работа очень интересная. Значит, смотрите, что получается? За счёт того, что возникает неравноценный обмен, периферия начинает умирать с разной скоростью, именно поэтому скорость небольшая, чтобы был эффект варёной лягушки, да, т.е. лягушку жварят потихоньку нагревая, да, т.е. и нас то же самое, потихоньку-потихоньку, Ну да, потому что резко… Резко, да, люди поймут. Но и сейчас периферия, в т.ч. и периферия, находящаяся внутри развитых так называемых стран, поняла, что их уничтожают. Конечно. Значит, почему-то эта периферия начала возражать. Ну естественно. Почему-то, да? Значит, до них даже ходят. Значит, раз, т.е. конечно, нам говорят наши либералы, что торговать лучше, чем воевать, но это торговать до поры до времени, пока сильно выустраивает цена, по которой ты продаёшь. Ну тут я бы добавила к либералам, к тому, что вы говорите. Либералы в кавычках, конечно, да. Ну это понятно. Уже признанно в мире, это общепризнанная точка зрения, я даже удивляюсь нашим вот где-то ортодоксам, устаревшим, тупым, тупым, в полном смысле слова, либералом. Если их главный предводитель, главный, как ЦК КПСС, генеральный секретарь, председатель вот этого мирового форума в Давосе, им говорит, что закончился вот этот либерализм, международная торговля не может быть координатором внешних всех связей, поскольку несёт за собой огромные листи. Он же вам это говорит, он же говорит, переходите к национальному суверенитету, к реализации, потому что мир будет полицентрическим. Нет, поскольку в голове ноль, представлений ноль, они не слышат хозяина. Вот вы знаете... Вот это меня удивляет. Он им говорит, ребята, время закончилось ваше. Я вот это не могу понять. Им все со всех сторон говорят, изнутри страны, вне все... Там идут поиски, модели социализма, как переходить от этого глобального катастрофы, к чему-то, к новому. Но, действительно, там идёт огромный интерес. Вы даже многое и не знаете, и не представляете, как той же Италии, какие страсти бурлят на уровне обмена мнениями их элит, вплоть до Папы Римского, который тоже начинает понимать, что катастрофа капитализма в нашей стране, которая, наверное, потому что позже всех где-то вступила в капитализм, ещё не наболтались мы в этом капитализме. Мы молчок. Только Аврора говорит про социализм. Не только, есть ещё. Нет, но есть. Но мы, конечно, мы в перези. Получается так, что весь мир говорит о социализме, а мы слушаем кого-то, никто их уже не слышит. А они продолжают болтать и болтать. Вы знаете, как вот нельзя эти слова произносить у нас в эфире. Но вот кто хочет, может послушать песню Шнурова «ЗОЖ», то если в башне, то хоть, хоть нет. Ну, понимаете, в голове. Значит, когда не устраивает капиталиста цена, которую ему предлагают нужные ему товары, он начинает войну. Цитата. Чего начинает? Войну. Не только. Он может просто уничтожить свой товар. Просто сгорит половина зерна, поскольку урожай был, а он ему не должен. Сгорел и цену перенет. Для них это уже что? Очень расстроённое время. И мы тоже, кстати, я не представляю в нашей стране, в которой мы пережили блокаду Ленинграда, как можно уничтожать... Я понимаю, что для того, чтобы эти санкционные... Чтобы держать выгодную для себя цену для капиталистов. Я понимаю, для того, чтобы этот товар реализовать, нужна была структура, которая тоже строит денег. Это понятно. Но в психологии русского человека нельзя жратву уничтожать, прости господи. Нет, ну понимаете, когда приходит санкционный товар, он сбивает цену на отечественные товары. Наверное, какие-то монополистники наши тоже стали возмущаться. Держи, не пущай, пусть эти едят только своё. Капитал, цитата, не знает другого решения вопроса, кроме насилия, который является постоянным методом накопления капитала как общественного процесса, не только при генезисе капитализма, но и вплоть до настоящего времени. Согласны ли я? Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Ну, не всегда насилие. Это всё зависит от фазы циклического кризисного развития. Периодически идёт подъём, ему там насилие не нужно. А вот когда начинается кризис, тогда начинаются разборки. Ну, решение вопросов кризис происходит. Понимаете, у них, когда у всех растёт прибыль, подъём, даже класс капиталистов, я считаю, становится очень дружным, любящим друг друга. Они вместе эксплуатируют рабочий класс всех остальных. А вот когда глобальный кризис, и нужно делить убытки от него, вот тут начинается борьба внутри класса капиталистов. И эта борьба часто заканчивается вооружённым путём. Это всё нормально. Тогда начинается такое прямо хорошее насилие. То есть, в смысле насилие открыто явно в кризис возникает, а когда подъём и процветание, насилие не так явно. Рабочие, как всегда, обкрадывают, но это происходит в рамках закона, который у них есть. Закон что-то ишло. Опять же, напомню фразу Рузвельта, своему сыну сказанную, когда сын Рузвельта, который, кстати, тоже был военный лётчик, как и сын Сталина, он спросил отца, говорит, папа, какой смысл этой мировой бойни? Он ему сказал, отобрать у Англии рынки и отдать их нам. Да. Значит, капитализм всё равно нужен платёжеспособный спрос. Мы это понимаем с вами, да? Соответственно, человек, который вываливается из этого платёжеспособного спроса, например, крестьянин, который может жить натуральным хозяйством, по большому счёту для капитализма… Неинтересен. Неинтересен. Но он интересен. Да, он интересен, он его налогами обложит. Всё равно вы будете продавать продукты, чтобы платить налоги. Цитата «Капитал прежде всего, всюду и всегда ведёт борьбу за уничтожение натурального хозяйства во всех его исторических формах. Политическая сила, государственный налоговый пресс и дешевизна товаров являются в этой борьбе главными методами». Согласна, нет? Нет, ну это правильно, да, согласна. Ну, может быть, и обратная сторона медали, когда как раз наступает кризис, люди начинают понимать, что надо быть ближе к сельскому хозяйству и уходят туда, чтобы выращивать для себя и картошку, и всё то, что может быть независимо от будущих, грядущих событий. Ну, а потом у вас могут ведь отобрать это всё? Ну, может быть, да, может быть, нет. Понимаете? Ведь вопрос, как натуральный хозяйство, всё равно же в конце концов придётся организоваться для того, чтобы это всё защитить? Ну, это не так просто, надо всё равно закупать и удобрения, закупать. Да, это разлагая натурально-хозяйственное образование, капитал вначале вводит на их место простое товарное хозяйство. Ну, она вынуждена идти на рынок, продавать. А затем сам становится на его место. А потом захватывают, у нас же мы знаем, какие образовались монополии и в производстве сельского хозяйства, Мироторг, например, они, да, и там всё монополизируется, и в сельском хозяйстве. Капитал стремится осуществить во всех странах и отраслях абсолютное господство капиталистического производства как единственного и исключительного способа производства. Согласны? Ну, это не сама цель, но это получается именно так. Ну, потому что это как механизм. Ну, да, они просто разоряют предыдущие уклады производства и не дают возродиться новому укладу. Против него идёт тотальная борьба и в образовании, и где угодно. Но поглощая, ну, назовём так, периферию, мы эту периферию уже и не уничтожаем. Конечно. А поскольку периферия является источником роста для капитала, то уничтожение периферии и приводит к уничтожению капитала в итоге, что мы сейчас и наблюдаем, по сути. Да, потому что в 1991 году мы подставили хорошо своё плечо помощь Западу и не позволили капитализму развалиться уже тогда, в 90-е годы. А после того, как мы подставили, мы разорили собственную страну, мы видим, во что мы превратились. Но я думаю, что ещё у капитализма есть возможность дальше нас грабить, хотя бы потому, что мы видим, что делается с Белоруссией, это место, где скрестились как раз интересы англичан, поляков, которые хотят улучшить свою ситуацию. Тем более, Великобритания ушла из Евросоюза, испытывает большие проблемы. И тут белорусы готовы за бесценок отдать принадлежащую им собственность. Только в этом смысл вот этой контрреволюции, как бы сказал правильно Голбрейт, или паразитарная революция, как я говорю, только чтобы поделиться тем, что осталось у Белоруссии, передать всё англистям, и в том числе постим капиталистам. В этом единственный смысл. А молодёжь орёт, кричит в силу, как я ещё раз повторю, отсутствия идеологии в той же Белоруссии, такой, как должна была быть, отвечая на вызовы современности. Наша вот, честно сказать, у меня состоялась лекция, буквально первая, в эту субботу с магистрами. Их там очень много из разных музов, не только из нашего входа. И вот по ходу лекции, вы знаете, вся молодёжь прекрасно всё поняла и понимает. То есть, там не осталось таких, которые бы бежали, кричали, орали. Возьмите нас, мы готовы с вами, вас поддержать вам трудно, мы готовы отдать нашу собственность. Но нет из этих ребят, это те же самые ребята, те же молодые наши отличные ребята. И я им всем говорю, у меня мечта, чтобы были видеоконференции, вы бы разговаривали с белорусской молодёжью, с любовью к ним, с пониманием, что они не виноваты, что их так научили, что рынок решает всё. Там именно так научили. Там их ведущие, так называемый Нейко, ведущий экономист, считается, он только одно слово говорит, приватизация и банкротство второе, приватизация и банкротство. Приватизация и понижение налогов и разрушение социального государства. Ну вот это, вот вы знаете, ну до такой степени превратить в экономических идиотов, только до того, чтобы сработать на интересы поляков и англичан. Но что ты сделаешь? Пока вот так. То есть, они подставляют при чём? А потом жадные руки стремительно принесутся в нашу страну. Мы даже не успеем оглянуться, как те же процессы, что мы видим в Белоруссии, могут оказаться и в России. Вы понимаете? Вот я этого больше всего боюсь. Настолько история, вот время истории ускоряется, что то, что кажется, о, это так было давно, 91-й год, Белоруссия только сейчас, время ещё есть. Ничего подобного. Не дай бог сдать Белоруссию, в следующий моментально стремительно мы пойдём, Казахстан. Вот это всё пойдёт очень быстро. Так что есть те, кто готов поддержать Запад тем, что здесь наносят удар, делает хаос и уничтожает нормальную жизнь людей. Поэтому капитализм ещё не умер. И вот поэтому видно, что у них, поскольку они тоже понимают ускорение событий во времени, они уже продумывают будущий социализм. Они ищут выход. Они говорят о планировании экономики. Вот вы знаете, по тому, как я общаюсь с людьми Запада, с учёными, я вам хочу сказать, они интенсивно ищут путь построения социализма и понимания, что такое планирование экономики. Очень интенсивно. Привет получил у него день рождения, был от одного из ведущих игроков в жёлтых жилетах, профессор Сарбонского университета. И он мне пишет, буду стараться вовсю, чтобы построить социализм. Елена Николаевна, мы вас помним. Вот понимаете, вот это мне обидно, что там они идут в этом направлении все. А у нас так хорошо, мы готовы, мы такие добрые люди, мы готовы ещё раз плечо подставить. И будет хаос, не дай бог, в России. И то, что хотели сделать после Первой мировой войны, я считаю, уничтожить Россию как таковую. Нет больше России. Можно пройти именно под флагом «Продолжаем слушать ортодоксов». Догматиков. Ну, они, мягко скажем, с одной извиненной в голове. Но ведь и Советский Союз проиграл то сражение. Проиграл. Да, потому что у него тоже ведь были догматики у власти. Догматики, где-то догматики, где-то предатели. Да, потому что часть руководителя была догматиками, а часть перешла на сторону врага. Да, да, именно, может быть, из-за этих догматиков тоже, потому что их перешибить, этих догматиков было очень сложно. Конечно, проблемы есть. Меньше всего думали о людях, потому что не было истинной демократии. Недаром вот эти два слова сейчас особенно стали популярны. Я смотрю, когда говорят о социализме, тут же уточняют. Мы у них воспринимаемся как казарменный социализм. Это правда. Ну, вот во всех их трудах, они говорят, не казарменный. Именно демократический социализм. Но они не раскрывают главного, как его построить. Вот в чём проблема. Кстати, когда Роза Люксембург писала какую-то работу по поводу нашей революции, она тоже отмечала, что мы можем прийти в ситуацию, диктатуры, пусть даже диктатуры… Ну, она правильно отмечала, что отмечают, в частности, сегодняшние социалисты на Западе, вот этот Варуфакис Янис. Он говорит, что когда победоносло шла Тэтчер со стороны идеи приватизации, левые не предложили вот эту конструктивную альтернативу. И сейчас он говорит, если нет конструктивной альтернативы, то будущее будет, во что превратится всё вот то, что капитализм, концлагерь цифровой, к чему ускоренно они стремятся и бегут. И главное, люди понимают, что это конец той самой демократии, которой всегда кичился капитализм. Якобы у них демократия. А тут они понимают, к чему-то катится, и они начинают искать выход. Так именно средний класс, который сам создавал себе доходы, именно из него вытаскивают остатки ресурсов. Ну, конечно, да. То есть, он стал средний класс на Западе, стал тем же источником ресурса для накопления капитала, и он его сожрёт. Другое дело, что, понимаете, получается ведь здесь, как у той песни Высоцкого, до чего возиться, коль жизнь осудят. То есть, он всё равно рухнет, потому что он высосет… Но обратите внимание, в то же время, в том же глобальная элита, но я так понимаю, что племянник Кеннеди, тот же Роберт Францис Кеннеди, он всё-таки входит где-то как-то в глобальную элиту. И он же выступил с докладом против той цифровизации. То есть, самой глобальной элите тоже имеет место раскол. Потому что будущее общества, мы в чём видим? Так и давить, давить до конца средний класс, уничтожать человечество и, в результате, жить на каком-то острове, который ты ограждает от всех неприятностей, надеясь на вечность своего существования, почему-то такая глупость. Ну и что это будет за такое общество, когда ты не можешь наслаждаться теми историческими музеями, шедеврами, когда… Привези себе музей этот и поставь себе на острове. Ну и что за удовольствие? Это же ограниченность даже пространства. Не знаю. То есть, капиталист сам по своим целям приходит в полный нонсенс. Он не только действительно убивает всё и вся, он убивает самого себя. И самые умные у них передовые, в которых, я так понимаю, в семье, наверное, не просто так, вот именно племянник Кеннеди понимает ту несправедливость, тот позор, что они убили его родного дядю, и у него, конечно, чувство справедливости есть, и поэтому он выступает за новый мир. И вот сейчас все мозги всех наций устремлены в построение нового мира. Все, все. Но в нашей стране всё отлично. У нас мы продолжаем говорить о том, что мы якобы либералы. Думать нам не надо. У нас всё хорошо. Я вижу терминологическую разноголосицу у Розы Люксембург с Ленина. Можно цитать? Можно. О теории империализма идёт речь. Его, скобка, империализмом говорю, сущность состоит именно в распространении господства капитала из старых капиталистических стран на новые области и в хозяйственной, и в политической конкурентной борьбе этих стран из-за подобных областей. Таким образом, империализм является постоянным спутником капитализма, сопровождающим его на всём пути движения капитала на мировой арене. То есть, у Люксембург империализм – это спутник капитализма, а у Ленина империализм – это стадия развития капитализма. Или это просто терминологическая путь? Ну, это зависит от того, какая цель исследования была поставлена у Розы и Люксембурга и у Ленина. В принципе, тот и тот по своему праву. Потому что, когда он говорит, империализм – это стадия, действительно, капитализм перерождается именно в империализм. Уже нет никакого свободного рынка. И когда вы кричали в 1991 году «Ура! Рынок! Рынок! Рынок!» Этот рынок был уже монополистический во всём мире. И заметьте, в нашей стране этот рынок создавался как олигархический. Мы сразу пошли на создание олигархов. И, кстати, не только мы. В XIX веке также создавали капитализм через олигархов и Германия, и Соединённые Штаты, и в Италии, и в Японии. Во всех ведущих этих западных странах. Только Франция и Англия шли, как бы, естественным путём через свободную конкуренцию. Но потом они помогали создавать вот эти олигархические модели капитализма во всех тех странах, где они считали, должны быть экстратегическими союзниками в борьбе с другими, которые отставали в капиталистическом развитии. И в нашей стране мы пошли точно по той модели, как, например, Германия в эпоху Бисмарка. Абсолютно та же модель. Но она рассматривает немножко с другой стороны. Она говорит, что наряду с тем, что рулят монополии в любой стране уже капиталистической, там ещё есть и обычный капитализм. Он тоже там присутствует. Конечно, он тоже присутствует. Это касается малого и среднего бизнеса. То есть, Ленин как фазу обозначает правильно, а она обозначает правильно с позиции того, что конкретно есть в каждой стране. То есть, тут я не вижу между ними различия. Просто цели исследования разные. Так. Значит, я поставлю в кавычки слово «некапиталистическое». Её терминологию возьмём. Значит, сокращение некапиталистической мировой среды приводит к борьбе между странами и росту энергии империализма. Но чем энергичнее и основательнее заботится империализм о гибели некапиталистических культур, тем быстрее вырывает он почву из-под ног процесса накопления капитала. То есть, именно эти условия накопления капитала ставят существование капитализму объективный предел. Да. Согласны? Я абсолютно с этим согласна, но объективный предел может закончиться гибелью цивилизации вообще вместе с ним, с похоронным бюро. Значит, в советских исследованиях это называлось теорией автоматического краха капитализма. Может быть, именно поэтому Советский Союз проиграл, что поверил в теорию автоматического краха капитализма, по крайней мере, его руководство? Ну да, при Хрущёве самым модным был такой шарш, когда мальчик на пенчете лежал и ждал коммунизм со словами «я не срезу, пока не будет коммунизма, через 20 лет». Конечно, поверили наивняк и перестали думать о тем, что капитализму чем хуже, чем больше хаоса, тем им лучше. А для того, чтобы строить социализм, тут без науки не обойтись. Без серьёзной науки. И таковой сегодня является именно экономика, экономическая кибернетика. Я вот просто подчёркиваю, именно наука, экономическая кибернетика. Маркс Марксом, это всё как та физика, а для того, чтобы двинуться дальше в созидании, в построении, опираясь на учения Маркса, нужно быть конструкторами нового общества. Этот опыт нарабатывала наша страна. И сегодня, вот мне лично абсолютно прозрачно и ясно, что надо делать. Вот абсолютно. Ну толку-то от этого, что мне… Ну я буду делиться знаниями, я всё равно хочу, чтобы цивилизация развивалась в должном направлении и не погибло человечество. Но, к сожалению, наша страна получается как бы… Вот это мне всё время больно, и люди мне пишут, которые понимают, насколько больно, что страна первая с такими трудностями шла к социализму, столько жертв заплатила. И сама… И объясняет, что зазря. И благодаря неким продажным типам так просто вышвырнула все вот эти жертвы народа и сказала… И до сих пор больше всех является приверженцем капитализма. Вот вы знаете, один ведущий либорист и учёный, ещё был 92-й год, он мне сказал, всё-таки первый социалист будет в Европе. Я говорю, ну прям идти в Европе. По Маркусу, да? Ну он говорит, да. Я говорю, ну почему? Мы всё-таки опытами, мы то это… Он говорит, вы поймите, вы только недавно спустились в капитализм, и вашему народу… Это было где-то, знаете, я была в Англии в тот момент, ездила в командировку, 2003 год. Он говорит, и вашему народу так нравится вот этот безумный рынок, он ещё будет долго наслаждаться. Поэтому говорит, нет, это будущее будет за Европой. Ну вот я ему ответила… У Европы нет пассионарности. А я ему ответила, нет. И всё-таки я считаю, за Россию. Потому что Россия очень важна, как скажет президент. Ну не так, что там же есть противоречия, а у нас очень важно первое лицо. И я надеюсь, что наше первое лицо рано или поздно, лучше рано, скажем, всё равно, что для спасения Россия… Ну у них там сейчас ему между собой там надо внутренне… Ну очень сложная ситуация политическая, очень сложная в России. Спасибо капитализму монополистическому. У нас осталось три минуты. Ещё один вопрос, который я хотел бы… Да-да. Из теории, да, потом закончим. Да-да-да. Значит, смотрите, что говорит Люксибурж? Значит, у нас есть основной закон о капитализме. Капитализме. Повышение прибыли. Да? Ну на пальцах. Ну они хотят, да-да. Значит, но сокращение некапиталистической среды, вот то, что она называет некапиталистическим… Ну неважно, не сокращение, просто идёт… Да. Которая вызвана постоянной экспансией капитала, говорит лишь о проявлении полного противоречия закона падения нормы прибыли. То есть, получается, что ради увеличения они проедают среды… И оно падает. И оно падает. Ну это всё исследовал Маркс очень подробно, третий том капитала, третий отдел. Закон тенденция нормы прибыли к понижению. Это всё очень подробно исследовано у Маркса. Ну возможно, что Люксибурж просто развил эту тему. Ну да. Да. То есть, вы согласны. То есть, внутри противоречия капитализма, который, собственно, сам капитализм разрешить не может. Не может. Он себя загоняет в тупик, но, к сожалению, вначале гибнут многие страны… И многие люди. …на периферии огромное количество людей, а они в последнюю очередь… А может быть, они успеют делать социализм, используя наш опыт. Я думаю, что как раз будет именно ради спасения самих себя они это сделают. Потому, что у них в Давосе есть библиотеки, где хранятся исследования в области социализма всех наших учёных. И это я знаю… Кто бы читать бы это ещё мог? Они-то будут это изучать и читать, но они считают, что это где-то лет 300, им надо ещё подождать. Видимо, берут такой срок, пока погибнут другие страны. Они в сильной мере всего не собираются себя губить, и рано или поздно сами придут к социализму. Вот вы понимаете, элита России в 1917 году в январе считала, что она тоже всё успеет. Ну да. Это ж тут… Система выходит из-под контроля тогда. Значит, в завершение нашей программы я хочу сказать следующее, что те малые предприниматели Российской Федерации, которые считают себя капиталистами маленькими, пусть не обольщаются. Не обольщаются. Не обольщаются. А не корм для больших капиталистов и ничего более. И рано или поздно их не будет. Поэтому все призывы, что малый бизнес будет у нас расти по количеству… В рамках нашей нынешней модели… Это невозможно. Невозможно. Конечно. У вас нет будущего, как и у нас нет будущего, если мы не сменим модель. Нет. Очень важно идти к социализму. Иначе нам смерть. Социализм, я считаю, это национальная идея России. Всемирная идея. Нет. Да. Но Россия особенно потому, что она шла этой дорогой, добилась чудес, также точно отказавшись от этого… Не чудес. Не чудес. В реалиях. Все понятно. Большой кровью. Вот. А сейчас, ну не знаю, за что же такое наказание. Естественно, мы должны идти вперед в социализм. На этой оптимистической ноте. Да. Будем надеяться, что так и будет. Да. Мы закончим нашу передачу. Елена Николаевна, благодарю вас. Угу. До будущих встреч, до будущих побед, товарищи. Да. Только так. А мы теоретически их всех обыграем. Остается только практическим. Всего всем доброго. Всего доброго. Всего доброго. Поехали. Угу. Угу. Все доброе. Угу. 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 Продолжение следует...